Медики продолжают бороться за жизни тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией. Новый штамм COVID-19 отличается от предыдущих молниеносным течением болезни и не всегда типичными симптомами. В стационаре Ненинской окружной больницы занято большое количество коек. Наша съемочная группа отправилась в красную зону, чтобы пообщаться с врачами и пациентами. Репортаж Алины Ваучейской. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас там чувствует сейчас? Владимир Тихонов к своим пациентам наведывается едва ли не каждый час. Постоянный контроль за состоянием больного – один из важных факторов успешного лечения. Ситуация на увлажненном бездороге 98, пульс 81. Татьяна Протопопова в ковидном отделении уже неделю. Говорит, сначала и не подумала на страшную инфекцию. Температура 37 не вызывала поводы для беспокойства. Впрочем, спустя несколько дней женщине резко поплохело. А вот в понедельник уже 39 скакнуло, когда температура. И потом 5 дней 39, и когда стало уже тяжело дышать, вот тогда-то паника началась. Вот, поэтому я считаю, что надо, когда именно только начальные признаки, надо обязательно именно в этот момент бить тревогу, а не ждать до последнего края. Татьяне, можно сказать, повезло. С таким серьезным поражением легких врачи смогли стабилизировать ее состояние. Сейчас женщина на кислородной поддержке. В ковидном отделении Ненецкой окружной больницы применяют сразу несколько видов оборудования для насыщения организма кислородом. Это кислородный концентратор портативный, использующийся в медицинской практике для людей, у которых имеются признаки дыхательной недостаточности. Он используется, может так, и в абулаторных, стационарных условиях, без разницы. Портативный, передвигается довольно-таки легкий. Лечат пациентов с коронавирусной инфекцией по стандартам, которые прописаны в 11-х методических рекомендациях Минздрава. Как правило, это противовирусная терапия. Также назначаются лекарства по сопутствующим заболеваниям. Самое опасное состояние при ковиде – так называемый цитокиновый шторм. Это чрезмерная реакция иммунной системы на вирус. То есть организм, борясь с ковидом, можно сказать, запускает механизм самоуничтожения. При таком состоянии отсутствие медицинской помощи может привести к смерти. Поэтому заниматься самолечением и затягивать с обращением к врачу не стоит. Я рекомендую обращаться чем раньше, тем лучше. Не ждать дома, не ждать, когда само все пройдет. Обращаться и я думаю, что от этого зависит успех в нашей работе, в нашем лечении. И, конечно, соблюдать все правила септики, антисептики, дома мыть руки и носить маски, прививаться. Ежедневно в красной зоне работает профессиональная команда из пяти врачей. Также за пациентами ухаживают медсестры и санитарочки. Большой поток больных начался с июня. Причем это и горожане, и гости Заполярье, и жители Ненецкой глубинки, и даже вахтовики. Медики говорят, третья волна коронавируса – молниеносная и агрессивная. Как развивается клиника, это бурно, быстро, абсолютно. И в этой волне у нас больше молодежи. Если в предыдущих волнах у нас как-то был более возрастной контингент, то сейчас мы видим 40-летних и 30-летних, и дети болеют. Конечно, я хочу обратиться к нашим жителям, наверное, все-таки соблюдать меры профилактики, потому что они на сегодня действенные. Это соблюдение дистанции. Самая эффективная мера профилактики – это вакцинация. Медики ежедневно спасают тысячи жизней. Каждый из нас также может им в этом помочь. Не забывайте о трех главных правилах. Носите маску, чаще мойте руки и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя и своих близких.